Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на вебинаре в Доме знаний. Тема нашего вебинара – Европейский суд по правам человека. Международные преступления и правонарушения регулируются таким степным органом, как Международные суды по правам человека. Давайте с вами сначала вспомним, что относится к международным преступлениям. Это действия, направленные на развязывание или ведение агрессивной войны. Это военные преступления, убийства или истязания мирного населения, оккупированных территорий, заложников, военнопленных, бессмысленное разрушение населенных пунктов и преступления против человечности. Международный уголовный суд имеет огромное значение для защиты прав человека. Компетенция суда ограничена тремя видами преступлений. Это геноцид, намерение целиком или частично истребить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. И преступление против человечества – часть масштабного или систематического преследования, направленного против мирного человека. Вы знаете, что самым, пожалуй, страшным преступлением против человека была Вторая мировая война и действия фашистской Германии. И также вы слышали о том, что финальным аккордом Второй мировой войны стал главный Нюрнбергский процесс. Это суд над бывшими руководителями нацистской Германии. Это был первый случай в глобальном юридической практике до того, как международные требования, они просто не зазывались до этого периода. Отчасти поэтому в Нюрнберге всем участникам процесса приходилось действовать наугад. Для разрабатывать не только устав, но и все процессуальные механизмы. Нюрнбергский процесс заложил фундамент основополагающих правовых принципов международного коммунитарного права, которые используются сегодня. Город был выбран не случайно. В Нюрнберге впервые в 1927 году прошел съезд НСДАП. Здесь же были приняты нюрнбергские расовые законы, положившие начало изоляции евреев по национальному признаку. После главного трибунала в Нюрнберге последовал цикл еще 12 средных процессов, в которых разбирались дела нацистских деятелей меньшего масштаба, в том числе дела нацистских врачей. Вы знаете, что очень много преступлений и фашистов было совершено как раз таки с применением медицинских исследований и опытов, поэтому дело врачей рассматривалось как раз таки отдельно. Созданием Международного военного трибунала и разработкой его устава занимались представители четырех держав-союзников США, СССР, Франции, Великобритании в ходе Лондонской конвенции летом 1945 года. 29 августа представили первый список главных подсудимых, 24 военных преступника и числа нацистских руководителей и идеологов. Также впервые в истории перед судом представили не только люди, но и целые организации – СС, Гестапо. Ни Гитлер, ни Геббельс, ни Гиммлер не вошли в список преступников, так как к моменту Нюрнбергского процесса были уже мертвы, покончили жизнь самоубийством. Мартин Борман обвинялся дозаучно, поскольку не было прямых доказательств его смерти. Было предъявлено огромное количество обвинений, а все они были утверждены Мирлородным судом в Гааге. Кстати говоря, Гаагский трибунал действовал не только после Второй мировой войны, он действовал на протяжении вот до сегодняшнего дня, когда необходимо, трибунал собирается. На Гаагском трибунале были предъявлены обвинения бывшему президенту Югославии Слободану Милошевичу, которые тоже были удовлетворены. И он применяется в случае, когда государство или его руководители обвиняют за преступлением против человечества. Европейская система права человека относится к Совету Европы, состоит из Европейской комиссии о правах человека, Европейского суда о правах человека и Комитета министра Совета Европы и Организации о безопасности и сотрудничеству. Европейская конвенция о правах человека была подписана в ноябре 1850 года, а работа Европейского суда о правах человека началась только в 1859 году. Первое решение Сразбургский суд вынес через год, в ноябре 1860 года, по делу Джерарда Ричарда Лоулеса, экс-члена Irish Republic Army, Фрезеранской и Абриканской армии, заявившего о нарушении права на свободу, безопасность и справедливый суд. Мужчина не смог выиграть дело, поскольку в то время использовали чрезвычайное законодательство. За всю историю существования суда не зафиксировано случаев неисполнения его решения странами, входящими в члены Совета Европы, поскольку если страна входит в Советы Европы, то она обязана применять решение Европейского суда о правах человека на своей территории. Грузия занимает первое место по количеству жалоб в Сразбургский суд на душное селение. Последние места по этому показателю у Португалии, Испании, Ирландии и Дании. Белоруссия является единственным европейским государством, не ратифицировавшим Конвенцию о правах человека. Европейский суд по правам человека в отношении России признал, что условия содержания в местах лишения свободы в нашей стране, нет нормальной освещенности, камеры перенаселены, туалеты находятся в камерах, совместно содержатся люди курящие и не курящие. Так вот, эти условия сами по себе могут быть рассмотрены как бесчеловечное обращение и нарушение Конвенции. Также в 1060 году Европейский суд по правам человека стал на сторону религиозной общины с лицей Иегова, признав, что вердикт Российского суда, касающийся ее распуска в Москве, нарушает по Конвенции о правах человека. Российской Федерации обязали выплатить из САМ 70 тысяч евро. За 1959-60-е годы 96% жалоб поданных в Срадбургский суд признали неприемлемыми, поскольку часто граждане жалуются в этот суд и подают жалобу на те дела, которые не могут являться нарушением их прав. Структура Европейского суда следующая. Во главе находится председатель, который избирается сроком на 3 года. Затем большая палата судей – 17 человек, несколько палат – по 7 судей. И для рассмотрения дел палаты образуются комитеты из 3 судей. Они решают вопрос о приемлемости жалоб. Комитеты из 7 судей рассматривают сообщения о нарушениях прав человека отдельных лиц, неправительственных организаций, групп лиц. Большие палаты из 17 судей рассматривают наиболее серьезные вопросы. Решения суда, напоминаю еще раз, являются обязательными для государств-участников. И за соблюдением этого принципа наблюдает комитет министров ЦРТ Европы. Для того, чтобы Европейский суд принял дело к рассмотрению, существуют определенные условия. Заявитель, во-первых, должен исчерпать все возможности защиты прав в своем государстве. То есть дело обстоит не так, что человек подал заявление в суд общей юрисдикции своего района, и на этом все, сразу можно подавать европейских правам человека. Нет. Он должен подать соответствующую жалобу, определенную инстанцию, дойти до Верховного суда, и только потом можно уже подать заявление в Европейский суд по правам человека. Кроме того, заявитель является жертвой нарушений со стороны государства. Ребята, невозможно подать в Европейский суд по правам человека заявление на такого же человека, как и вы, или на организацию, которая нарушила ваши права. Нет. Европейский суд по правам человека рассматривает жалобы, касающиеся только нарушений со стороны государства. Кроме того, заявитель в установленной форме должен обратиться в Европейский суд не позднее 6 месяцев со временем вынесения национальными органами окончательного решения по делу. То есть, ребят, чтобы вы не запутались, в течение 6 месяцев, после вынесения решения уже Верховного суда, а не районного, нарушены права, которые зафиксированы в Европейской конвенции, не в национальном законодательстве, потому что тут уже отношения государства и гражданина, а именно в Европейской конвенции. И, кроме того, нарушение прав должно было произойти позже даты ратификации этой конвенции государством, поскольку закон не имеет обратной силы в случае, если он ухудшает положение одной из сторон, а в данном случае получается, что если государство его ратифицировало, а граждане подали в суд на те решения государства, которые принимались до ратификации, положение государства ухудшится, и это будет нарушением одного из главных принципов международного права. В целом, Европейский суд по правам человека работает с 1959 года, Новый Европейский суд по правам человека начал работать с 1 ноября 1998 года, без нахождения суда во Дворце прав человека в городе Страсбург, во Франции, рабочие языки – английский и французский. Состоит всего из 47 судей, по одному судье от каждого государства, участника Европейской комиссии по правам человека, не предусматривает ограничений касаемого количества судей одного гражданства, возрастной ценз до 70 лет. Также судьи могут быть освобождены от своих полномочий. На этом наш сегодняшний вебинар закончен. До новой встречи в Доме Знаний! Субтитры создавал DimaTorzok